о коронавирусе шутить неохота хайп прошел а нас ждет работа самим узнать и вам рассказать как мире бокса дела обстоят кто-то философа из себя выжимает и на ватном канале в интервью зажигает а кто-то тренером собрался стать видно в ринг неохота возвращаться опять на ломаченко вновь нападают а он молчит он отдыхает хэйни страдалец колзахе попал а тайсон али не побеждал и много другого что было что стало выпуск наш новый с неба упал еще чуть-чуть и все будет готово тизер сейчас но после зерин шоу приветствую всех любителей бокса в это весьма нелегкое время не знаю как вас а меня вовсю колбасит от пересыпания точно так же как когда-то колбасила от недосыпания надеюсь вы избежали подобных проблем полны сил веселый улыбчивый и готовы к новостям бокса мы продолжаем следить за теми кто помогает миру бороться с пандемии кое 19 так скандалисты хулиган конан макгрегор пожертвовал различным медицинским центром более одного миллиона евро эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом популярный в начале нулевых промоутер гэри шоу пожертвовал более 10 тысяч масок полицейским своего родного города форт-дейл после того как двое полицейских заболели коронавирусом и скончались марка антонио баррера сделал взносы в несколько благотворительных медицинских фондов а эрик моралес отказался от своей зарплаты депутата сената мексики эти деньги также будут направлены тем кто нуждается в помощи много боксеров как настоящих так и бывших за рубежом делают все возможное чтобы мир победил коронавирус и только у нас виталий кличко попросил своего брата владимира записать очередное видеообращение гражданам украины с просьбой сидеть дома александр усик в эфире одного из телеканалов доказал что лучше жевать чем говорить василий ломаченко поступил пожалуй по настоящему мудро он вообще ни о чем не говорит и нигде не показывается и я хочу поблагодарить сергея радченко и его команду которые делают своем родном городе все возможное чтобы помочь нуждающимся респект тем кто является чемпионом не только в ринге но и жизни мир бокса поставлен на паузу а следовательно всегда найдутся люди которые захотят перезапустить его и проводить вечера бокса таковыми являются глава промоутерской компании канкун боксинг пп гомес и его коллега из анфор промоушен фернандо бельтран эти два промоутера подали в городские советы соответственно канкуна и мехико сити проекты в которых готовы проводить закрытые вечера бокса где максимальное количество человек включая боксеров членов их команд судейские бригады технический персонал а также супервайзеров пограничивается количеством 50 человек естественно городские советы приняли решение что это довольно таки неплохо и тут стал вопрос а кто сделает эти поединки легитимными кто санкционирует проведение подобных вечеров бокса и тут на сцену выходит самый авторитетный глава всемирного боксерского совета маурица сулиман имеющий очень большое влияние на профессиональный бокс в мексике который заявила вы знаете наши мудрецы из комитета по проведению чемпионских боев уже разработали соответствующие протоколы согласно которым боксеры члены их команд судейская бригада супервайзеры и короче все причастные к проведению вечера бокса должны пройти 30 дневный карантин во время которого всем будут проводить тесты на корона вирус и если после 30 дней все будут слава богу живы здоровы и не будут являться носителями вируса тогда в закрытом помещении телестудии и возможно проведение этого вечера бокса состоящего где-то из 6-8 поединков естественно с главным боем за титул чемпиона мира только вот здесь вот возникает один вопрос а кто будет оплачивать вот это вот санаторно оздоровительные мероприятия поскольку посадить 50 человек на карантин в течение 30 дней обеспечивая им соответствующие бытовые условия стоит довольно таки больших денег и дело в том что у гомеса или у бельтрана нет звезд настолько мировой величины чтобы даже платные трансляции окупили эти затраты так что в общем идея хорошая с реализации пока не очень но чем черт не шутит может мы увидим как бокс перезапустился также перезапустить бокс решил и эдди хирн воспользовавшись идея немецкого промоутера кали заурланда который провел два виртуальных турнира всемирной супер серии бокса на основе видео игры fight night чемпион выпущены в 2011 году только вот глава матч-рум боксинг решил пойти куда дальше он решил создать свою собственную видео игру в которой естественно главные роли будут отведены бойцам его промоутерской компании так что теперь любой ботан с пачкой чипсов и бутылкой кока-колы может руками энди руиза снова начистить лицом энтони джошуа александр усик сможет здорово огрести от дарика чесоры если уж говорить о виртуальных поединках то финале первого сезона электронной всемирной суперсерии бокса нечто напоминающие габаритами майка тайсона победила нечто напоминающие отдаленно мухаммеда али в жизни как оказалось все иначе майк тайсон устало заявил что до виртуальной реальности он возможно и победил мухаммеда али но в жизни этого никогда бы не случилось поскольку мухаммед алик был и остается боксером всех времен и народов ну а мы свою очередь заявляем что виртуальность никогда не сможет заменить реальность нашей с вами жизни так что отрывайтесь от своих компьютеров и занимайтесь спортом поскольку когда в переулке вас встретят несколько хулиганов наличие джойстика в руках вряд ли вам поможет их одолеть в легком весе продолжается неимоверный трэш шаг начало которому положила противостояние пока еще словесное между теофима лопесом и василием ломаченко парни в ожидании поединка грозят пальчиками друг друга обещая непременно победите победить нокаутом затем на сторону теофима лопеса стал шакур стивенсон заявивший что он верит что лопес вынесет василия ломаченко до экватора поединка также райан гарсия не сомневается в том что победит василия ломаченко именно теофима лопес и он уже готов выйти в ринг против лопеса либо в конце 2020 либо в начале 2021 года в свою очередь и дэвин хэйни заявил что василий ломаченко не является легитимным чемпионом поскольку не проводил поединка против него и вот закончил вот эту первую первую трэш оперу марлезонского события никто иной как люк кэмпбелл заявивший что от матча реванша он непременно победит василия ломаченко хотя вот лично нам непонятно благодаря чему поскольку даже стопроцентный люк кэмпбелл не смог одолеть 50 процентного василия вот в том поединке свидетелями которого мы были оборотная медаль трэша в легком весе это ситуация которая сложилась между маурица сулейманом дэвином хэйни хавьером фортуна и люком кэмпбеллом о чем я говорю как вы помните василий ломаченко победив люка кэмпбелла стал чемпионом мира по версии wbc после обменяв реальный пояс чемпиона мира на франшизный титул чемпиона мира по версии всемирного боксерского совета естественно обладателем уже скажем так реального чемпионского пояса стал дэвин хэйни который подтвердил свое право на чемпионство 9 ноября прошлого года победив единодушным решением альфреда сантьяго но вот в этом поединке дэвин получил травму плеча который потребовал сначала операции ну а потом очень достаточно много времени для восстановления и чтобы скажем так титул не простаивал маурица сулейман тут заявил что дэвин хэйни получает статус чемпиона мира в отпуске по медицинским показаниям и как только он восстановится он получит первое очередное право проведение боя за титул чемпиона мира против его обладателя а вот обладатель этого пояса должен был быть найден в противостоянии между хавьером фортуна занимающим первую строчку рейтинга и вторым номером рейтинга люком кэмпбеллом но увы этому поединку не суждено было случиться поскольку наступила пандемия коронавируса и вот пока это пандемия продолжается дэвин хэйни не только выздоровел но и восстановился и готов вернуться в ринг и конечно же попросил маурица сулеймана вернуть ему его чемпионский пояс маурица бы с радостью это сделал он уже взял деньги от эдди хирна за проведение боя между фортуна и кэмпбеллом и тут наступает довольно таки неприятная ситуация в которой маурица сулейман должен как бы оставить и волков сытыми и баранов целыми как развивается эта ситуация мы пока не знаем маурица сулейман нашел выход только в одном он заявил что пока медицинская комиссия штата нью-йорк не вынесет решение что дэвин хэйни здоров и пока дэвин хэйни на основании медицинской комиссии не восстановит свою боксерскую лицензию он поединки проводить не может а значит и титул ему вернуть пока что не представляется возможным надеемся что все стороны договорятся и собственно говоря в легком весе наступит мир гладь и божья благодать а пока молодежь меряется всем чем можно помериться старики также решили задеть друг друга словно им без стрельнул в ребро и седина упала в борду 42-летний бывший обладатель титула чемпиона мира во втором среднем весе карл фрот заявил что не против выйти в ринг против своего соотечественника 48-летнего также бывшего обладателя титулов чемпиона мира во втором среднем весе джо калзахи при этом карл фрот заявил следующее что дескать посмотрите на джо как он выглядит у него такое опухшее лицо словно или он гипертоник либо не слазит со стакана и если вот карл фрот говорит я решу вернуться то конечно же я не выйду в ринг против молодых сегодняшних чемпионов но вот с удовольствием начищу личика джо калзахи вспоминая былые времена на что естественно джо калзахи заявил господи о чем он думает неужели с 2008 года я сижу у него в голове и он никак не может успокоиться свое время карл фрот мне в подметки не годился я был настолько быстрым и настолько стремительным что он просто убегал от меня и не давал своего согласия на поединок между нами я доволен своей прошлой карьерой я ее давно закончил я наслаждаюсь пенсии и если у кого-то и возникают мысли о поединке со мной ему лучше сходить психотерапевту и рассказать от всех своих проблемах так что тарантино был прав старикам тут уже не место соединенных штатах америки более полумиллиона человек заражены коронавирусом и официально подтверждено двадцать две тысячи летальных исходов в связи с этим заболеванием но чемпион мира по версии WBO во втором полусреднем весе терренс бард кроуфорд решил наследовать дело британского своего коллеги амир хана заявил что коронавирус это манипуляция благодаря которой правительство может держать людей под тотальным контролем я не согласен с официальной версией происходящего ведь не секрет что мира манипулирует при помощи средств массовой информации по телевизору показывают какой-то бред который заставляет людей паниковать но какая тогда разница между коронавирусом и например обычной простудой или гриппом поэтому я особо не парюсь провожу время дома в кругу семьи занимаюсь в своем зале у меня есть все беговая дорожка велотренажеры нам рассказывают по телеку что все вокруг капец как плохо но если это так то почему все до сих пор функционирует почему каждый день вывозят мусор у меня много вопросов на которые я не нахожу ответов почему полицейские продолжают работать если все так страшно почему они не сидят дома я бы на их месте не выходил на работу в общем я не согласен с тем что говорят и не верю в этом и нам остается только добавить если бы не работа мусорщиков то терринс кроуфорд просто не мог выйти из дома поскольку двери его с со стороны улицы были завалены бы мусором если бы не работа полицейских то наверняка толпы мародеров просто бы напали на дом кроуфорда понимая что там есть чем поживиться так что не будьте терринсами кроуфордами и берегите себя свои семьи своих родных и близких и делайте максимально все возможное чтобы быть и оставаться здоровыми флойд майвезер заявил о том что кончина его дяди и тренера роджера майвезера привела его к мысли что он должен начать тренерскую карьеру продолжив семейное дело где кроме роджера майвезера также тренерами является его отец флойд майвезер старший флойд заявил вот следующее я хочу оставить свой след на земле и дать людям возможность разглядеть потенциал внутри меня и поделиться им со всем миром я новичок в тренерском деле пока работаю с новичками в боксе следовательно мы растем вместе но я обещаю что стану одним из лучших тренеров в мире вдохновляйте и вдохновляйтесь пока же флойд тренирует только своего сына крауна и племянника криса и нам остается только надеяться что они не платят флойду за тренировки многомиллионные гонорары ну вот и все о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске заходите на наш youtube канал жмите на колокольчик чтобы быть в курсе всех событий делитесь нашими видео подписывайтесь на наш телеканал оставляйте свои лайки и комментарии ищите также на социальных сетях и пабликах таких как вайбер телеграм инстаграм твиттер конечно же становитесь нашими друзьями на фейсбук пишите нам по адресам нашей электронной почты если сможете помочь нам нашем развитии делать большое поистине великим мы вам будем очень признательны и конечно же заходите на наш информационно-аналитический ресурс the boxing.com.ua там очень много интересной информации и конечно же помните где бы вы ни были и чтобы с вами не случилось все всегда будет бокс